Снова здравствуйте! Давайте быстренько попробуем прибежаться по старшему количеству посылок. Архидулгого здесь вроде ничего нет. В основном какая-то мелочевка. Например, что это у нас такое? Запечатают. Ужас! Значит, маркер виде шприца. Открываем. Пишем. Да, вот есть не вот такие вот перманентные, да, хорошие полноценные маркеры, а цветные, которыми в основном вот надо что-то там выделить. Вот, да, там какую-то строчку. Вот. Это вот для выделения такой вот маркер. Стоит абсолютно каких-то земных денег. Из себя представляет, ну, вполне милую забаву. Почему бы нет? Значит, дальше быстренько открываем, открываем, открываем. Не знаю, что здесь находится. Здесь находится витамин ball pen, шариковая ручка, витамин. Да, то есть вот мы ее открыли. Вот она пишет. Писать она будет недолго, потому что там будет очень, ну, тут такая вот коротенькая, такой короткий кусок пасты. Зато можно таскать в ручку, эту ручку в сумке без проблем, да, ну и ребенку будет веселая забава. Едем дальше. В общем, в итоге проснулся младше, надо срочно все это дело заканчивать, убирать, потому что такие вещи, как ножницы на столе, руки у него длинные, оставлять нельзя. Поэтому быстренько, быстренько, быстренько все открываем. Значит, вы, скорее всего, видели уже такие ножи размером с кредитную карту. Здесь особенность заключается в чем? В чем здесь заключается... Как это? Крутится это или что с этим делать? Да, это крутится и у нас немножечко вынимается. Особенность этого ножа, тех, которые вы, возможно, видели до этого, заключается в том, что он имеет металлические части. То есть, вот, слышите, да, какой звук? Это не пластиковое чудо-юдо, да, а вот что-то такое металлическое. Что-то такое металлическое стоит рублей сто, наверное, не совсем помню. Ссылку в описании положу, сможете зайти посмотреть. Достаточно острая штука, на самом деле. Вот, если у вас такого ножа нету, и вдруг вам он интересен, ну, заказывайте, он у вас будет. Вот он у нас в разложенном состоянии. Поворачиваем, чтобы он не вынимался. Ну, вы знаете, единственное, вот из-за того, что вот эти вот металлические части, они какую-то толщину все-таки имеют, ну, вот он побольше, наверное, будет место занимать. Чуть толще он все-таки кредитки получается. Ну, вполне веселая штука. Едем дальше к этому позже, к этому ближе. Значит, боюсь, поэтому так вот буду рвать прям руками. Ножей лежит очень много. Рвать буду руками раз, рвать буду руками два. То, чем я никогда не пользовался, пользоваться не собирался. Считал это пережитком прошлого, как, знаете, вот есть бабушки, которые пакетики сушат. Значит, здесь термопленка. Представляете себе, что такое? Вот по принципу термопленки здесь находится несколько пакетов, которые надеваются на пульт любого размера, после чего горячим воздухом из фена вы сможете подуть, и в итоге пульт у вас будет в пленочке. Такая вот она вот термопленка. Подходит на разные пульты. Размер у нас здесь 110 на 270. Ну, я подозреваю, она абсолютно любой пульт, она налезет. Фен сейчас там искать, доставать я не буду. Я возьму вот такой силиконовый чехольчик на пульт. Почему я считал, что он не нужен? Ну, ни к чему все это дело было. И тут у меня вот Владимир Михайлович начал с пультами играться, грызть их зубами. Вот, пульты стали периодически летать, падать. Да, поэтому я решил, что почему бы нет? Да, заказать, посмотреть, попробовать. Надевается как презерватив, может быть его скрутить. Надеюсь, все взрослые зрители, никого не смутило слово презерватив. Вот прям вот с большим трудом надевается. Как-то пошло, наверное, это даже выглядит со стороны, поэтому я уберу его из кадра, попробую надеть вне кадра. Некоторых усилий у меня это заняло. Значит, я вот не совсем помню, могу, конечно, ошибаться, но вот если память меня все-таки не изменяет, то он также будет светиться в темноте. То есть он флюмисцентный, как это сказать? В общем, он набирает свет и вечером вы его будете видеть. Значит, здесь у нас идет прорезь. Как-то вот кривовато я ее, что ли, в итоге сделал. Это можно, наверное, будет поправить для датчика. И вот так вот вполне, в принципе, прозрачно. Кнопки нажимаются. От ребенка пульт защищен. Самсунговские пульты, ну, если вы видели, они достаточно большие. Но вот он влез с некоторыми усилиями, но все-таки влез. Значит, а здесь у нас находится... Здравствуй, кризис. Наступил. Называется. То есть вот раньше как, да, купишь электрическую зубную щетку. Ну, купил и купил. А теперь как, посмотришь, сколько на нее щетки стоят. Вот. И прям что-то как-то жаба душить начинает. Значит, по идее, она должна подходить, что к таким Орлб. Вы их не видите. Видите? К таким Орлбе, либо к таким Орлбе. Давайте сравним, насколько они похожи на оригинальные. В чем у нас будут отличия? Значит, из приятного. Каждая имеет разноцветные колечки. То есть там, если вы ее берете на всех членов семьи, то вот по цвету колечка вы сможете отличать... А, чья это? Значит, смотрим. Ну, смотрите, да, вот точно такие же с резиночками были в продаже, но вот я вот решил вот такие взять, попробовать. У меня они как-то стали так поинтересней. Вот. По уходу, по внешнему виду. Ну, пластик чуть белее. Пластик чуть белее. В остальном все практически то же самое. Не практически, а то же самое. И давайте посмотрим, как она будет в деле. крутится. Все хорошо. Остается понять, насколько она также чистит. Лучше или хуже. Значит, смотрите, я сейчас посмотрю и выложу вам ссылки на разные щетки. То есть, вот я покупал четыре. Они там есть, продаются по шестнадцать, по двадцать, по восемь. Я выложу на вот такие. Видите, здесь вот она резиновенькая такая, да, вот. Лепестки гуляющая. И на стандартные. Стандартные тоже в продаже есть. А, кстати, у меня на подходе идет еще на проверочку одна... Не одна, а предметы из серии Здравствуй, Кризис, Новый Год. Да, так что подписывайтесь на видео. Ну, будет тоже обзорчик. Ну, как будут. По внешнему виду стоят они в несколько раз дешевле, чем эти щетки здесь. Ну, давайте на старую, на всякий случай, тоже попробуем надеть. Хотя, ну, особый... Ай, камера зашаталась. Особые нужды не вижу. Они, в принципе, одинаковые наделась без проблем. Работает без проблем. Все хорошо. Можете смело заказывать и экономить. Ну, или не заказывать и продолжать пользоваться оригинальными щетками. Браун несколько раз дороже. Полностью, как бы, ваш выбор. Значит, от вас вопросы в комментариях жду. Лайки, если вам понравилось видео. Подписка, если вам понравился формат на видео. Ну, и, если не сложно, сделайте репост этого видео. Тем самым вы покажете вашим знакомым и другим людям этот обзор. И мне, как бы, тоже будет приятно. Всем всего. До скорых встреч.